Всем доброе утро! У нас утро начинается со смузи, ананас, апельсин, банан и груша. В нашей теплице выросло два помидора в одном горшке, остальные пока не зашли. Мирончик сегодня вспомнил про свой пластилин, мы уже в него поиграли, сейчас лего достал, а я буду вещи развешивать. Развесила вещи, на улице погодка сегодня просто волшебная, солнышко светит, ну 14 градусов всего лишь. Я решила в этой комнате расположиться и погладить, у меня тут немножко вещей осталось. Рядом с Мироном, потому что он всегда спокойно играет, когда я рядом. Все, быстренько погладила, носки тоже перебрала, осталось разложить. Я готовлю завтрак нам с Мирончиком, у меня здесь нут варится, разогрела овощи, тут обжариваю тофу. Тофу немножко взбрызну соевым соусом. Все, наш завтрак готов, я отварила еще рис, подогрела теплые овощи, тофу в соевом соусе, отварной нут и свежий салат. Папая, папая, едет, зеленый татай. Кия, кия, угадайте, ребята. Это... Папа. Утка. Парина. Мирон, ты где? Нету. Мы с Мироном сегодня целый день сидим дома и играем в разные игрушки. Сейчас мы строим домик из Лего. Все, ееееееее. И еще одну звездочку. Молодец, нажимай далее. Нет. Сейчас лучше? Да. Идут они по дальнему пути, по широкому полю. И захотелось Иванушке попить. Я поставила варить овощной бульон. У меня здесь лук-порей, обычный лук, фенхель, укроп, морковка, сельдерей. В общем, все, что было замороженное, свежее, все положила в кастрюлю, залила водой и буду варить где-то 15-20 минут на медленном огне. Витя пришел с работы, буду его кормить. У меня паст со сливочно-чесночным соусом. Вчера показывала, как его готовила. И теплые овощи. Папа уже наш ушел на фитнес, дал мне перед этим немножко время. Я помонтировала видео. Сейчас мы с Мирончиком будем кушать и пойдем гулять. У нас с Мироном на обед свежий салат, отварной нут, макарошки отварные, роллы с огурцом, фалафель и хлеб цельнозерновой. Мы вышли с Мирончиком прогуляться. Такая классная погодка, тепло. Витя еще не пришел с фитнеса, обещал меня подменить. Так что я думаю, что скоро он меня уже подменит. Я пойду одна погуляю. Так нормально, Мирон? Или еще? Кто-то уголь отекреет. А где? Ага! Скатился! Эй, пацан, ты че елки плохи, а? Папа пришел, ура! Смотри, как он высоко залез. Папа, ты будешь меня догонять, папа. Если я спачусь, папа, ты, папа, значит, с другое просто пойдешь. Понимаешь? Он побежал. Токонялки, токонялки, токонялки. Все, папа, он спрятался. Вперед! Мирона же раздес, и жарко ему. Недалеко от Вити с Мирончиком они вон там играют. Отсела я на лавочке. Что-то я сегодня прям устала за весь день. Хочется какой-то тишины, спокойствия. Думала пойти прогуляться, но потом поняла, что у меня даже нет сил ходить. Я просто села и сижу. Видимо, еще все равно после болезни не до конца восстановилась. Экономлю силы. Спасибо тебе большое, сыночек. Вот он любит мне букеты рвать. Кстати, осенью я в эту качельку не помещалась. Мне прям больно было. А сейчас, после зимы, так хорошо. Куда тебе еще выше, Мирон? Все, мы замерзли, пошли домой. Вечером как-то так быстро, резко становится прохладно. Ну и мы уже нагулялись, Мирон нагулялся. Витя с Мироном побежали впереди меня. Я говорю, я замерзла, пошла домой. А они впереди меня побежали. Хотя Мирон планировал еще остаться, но передумал. Эй, я вас сейчас догоню! Овощной бульон, который я варила, буду замораживать. Наполняю силиконовые формочки. Когда надо, просто достану замороженный и готово. Мирон уже приготовил шахматы. Мы с тобой против папы, что ли? Да. А мама белее, все белее, чем чернее. А чернее, чернее, чем любимые белые. А, да? Да? Да. Ладно. Папа. Потому что они больше, а убыли меньше. Потому что она грея тут-тут. Вот тут. А если, например, добиться, надо сюда. Да, это правильно. Папа тоже слоном пошел, сынок. А что у нас с пешками? Давай на кого-нибудь нападем. Подожди, Мирон, давай посмотрим. На какую мы можем пешку напасть? Так, если мы эту поставим... Вот эту мы можем поставить, продвинуть вперед. Мы выиграли 2-5! Да! Мы папу победили! Ура! Всем большой привет! У нас уже утро следующего дня. У меня вдруг наконец-то появились силы. Мне захотелось делать утреннюю зарядку. Делаю я с Иваном Красавиным. Зарядка несложная, занимает всего лишь 15 минут. Но заряд бодрости, сил и энергии обеспечен. Сейчас Витя работает в первую смену. И мы в первой половине дня с Мироном вдвоем. Поэтому у меня нет возможности идти сразу гулять. Вместо этого я делаю сразу утреннюю зарядку. Ну и Мирончик ко мне тоже присоединяется. Ты сможешь открыть все банки с пластилином? Или тебе нужна помощь? Я, в сожалению, не могу. Помоги маме. Вчера так все хорошо сохло. Был такой солнечный денек. А сегодня немножко дождик моросил. Потому что асфальт мокрый. Но все равно я успела вчера высушить вещи. И сейчас я их поглажу. Уже все приготовила. Мирон в пластилин играет. Чтобы поверить все. Пока я глажу, Мирон тут клубнички понаделал. Хорошо у тебя уже с ног получается, да? Давай мне вафельку с клубникой внутри. Я хочу, например, две клубнички вот такие. И вот так кушать. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вкусно. Наш с Мирончиком утренний смузи. Ананас, апельсин и банан. Я на завтрак приготовлю овсяный пирог. Здесь я уже размяла банан вилкой. И добавляю овсяное молоко. Немножко растительного масла. Щепотка изюма. Парицу для аромата. И мускатный орех. Все перемешала. И отправляю овсянку перемолотую в муку. Сюда же разрыхлитель. Все перемешиваю. Выкладываю тесто в форму. Сверху выложила яблочками. И отправляю в духовку на 40 минут. Все погладила. И быстро достаточно. Теперь у меня все вещи постираны. И все поглажены. Наш пирог с Мирончиком готов. На овсянке с яблоком. Без сахара. Ароматный. Загорелый. Румяный. Полили взбитыми сливками еще наш пирог. Так вкуснее. Абсолютно такой безгрешный пирог. Вкусный. Ароматный. А со взбитыми сливками вообще. Вот овсянку. Если дети просто не любят кушать, как Мирон. Он не особо кашу любит. Но вот этот пирог, он просто трескает за обе щеки. Уже один кусочек съел. Вспомнили про дорогу. Давно с Мироном ее не строили. Он сейчас прям сидит, играет. Я пойду посуду уберу после завтрака. Прошмыгнул маленький темный человечек. С большим ящиком подмышкой. На обед поставила варить киноа. Что-то давным-давно уже ее не готовила. Замочила, но поздно. Она у меня, наверное, только пару часов постояла. Будет дольше вариться. Закинула сюда луковицу. Потому что киноа имеет свой такой привкус, запах. И вот когда она с луковицей варится, то это все хорошо уходит. И она вкусная получается. Приготовлю еще котлетки из оранжевой чечевицы. Перемолола овсянку в муку. Нарезала луковицу. Сейчас надо добавить сок лимона. Но у меня нет. Я добавляю яблочный уксус. Чайная ложка горчицы. Чайная ложка томатной пасты. Чайная ложка соли. Сушеная зелень. И добавляю оранжевую чечевицу. Отварила ее до готовности. Все перемешала. И можно жарить котлетки. А, так хорошо разварилась. Почти готово. Я обжарила лучок и морковку. И добавляю сюда отварное киноа. Вот такой получился вкусный гарнир с киноа. Приготовлю еще овощи. Обжариваю баклажаны на растительном масле. Теперь отправляю обжаривать кабачки. Теперь отправляю паприку обжариваться. Теперь возвращаю все овощи в кастрюлю. Баклажаны. Сюда же отправляю лук-порей. Выдавила сюда чесночок. Посолю и буду тушить 15-20 минут под крышкой. Обжариваю котлетки с двух сторон. Вот такой у нас обед. Вкусные печеные овощи уже весенние. Киноа с овощами. И котлетки из чечевицы. Папа, быстрей, быстрей. Мирон уже сидит, ждет шахматы. А мы не знаем, что включать. Мы зум включили. Думаю, сегодня опаздываем уже одна минута. Все, папа нас спас, да, сынок? Потом сюда, сюда, сюда. И на парень пучек. Добрали. Там четыре хода. Так, сейчас в другую задачку. Спасибо большое. Было классно. Пока-пока, спасибо. Витя с Мироном поехали заправляться. Может быть, погуляю чуть-чуть. Я дома побуду. Я вышла на прогулку. Взяла Вити безрукавку, Мирону водичку. Несмотря на солнечный денек, у нас достаточно холодно. Ветер холодный. Они уже пошли гулять. Здесь парк недалеко возле дома. И я тоже решила к ним присоединиться. Мне уже так сильно нужен свежий воздух. Папа, ты говорил, что ветер тут вообще греет. Солнце, даже не ветра, ничего нет. Да, но когда солнце уйдет, знаешь, как потом холодно. Понятно. Мирон, ты учишься раскачиваться? Мы сюда, как пришли, только холодно было. Да, сейчас на солнце, конечно, тепло. Выгинаем, выгинаем. 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 Здесь засогни. Выгни. Наоборот. Ух ты. Ух ты. Вставай, сынок, классно. Папа. Один, два, три. А что папа не бежит? Потому-то я, мама, я папе и скажу, что я буду бежать. И мне, папа, куда? Потом дать Китай мне. Хорошо. Я дать папе Китай. Прибегайте. Кто первый прибежит, тот получит что-то другое. Китай. Кто по-настоящему самый быстрый? Пушистик. Классный, Мирон? Да. Дай покажу пушистика. Я нашла пушистика, и Мирон его получил. На, Миронтик. Ты получаешь, потому что ты самый сильный, самый быстрый и самый смелый. Классно? Ты уже два подарка получил, да? А у папы сколько? Немного. Мы пришли в пиццерию. Папа принес нам пиццу. Маргарита. Пицца, Маргарита. Здесь всегда шикарная пицца. Пузырчатое тесто. Она такая вкусненькая, зажаристая. Покушали, готовить не надо. Одну пиццу только съели, вторую с собой завернули. У Мирона как-то аппетита не было, у меня тоже. Ну и Витя не мог всё скушать сам. Пришли, ещё пытаемся пиццу докушать. Но Витя с Миронтиком. И смотрим про путешествие Доминикана. Уважаем. Имея. Имея. Имея.